Итак, пока мы гуляем, какой сегодня день приятный и не холодный, я смотрю особенно так и солнышко светит, вообще приятно на самом деле после такого урагана пройтись по такой светлой солнечной улице. Итак, с вами Зиг Фрид, и я продолжаю тему, которую я вчера начал, это хитрости продавцов музыкальных магазинов по отношению к тем, кто покупает инструменты. Это идет Ральф, вот Ральф, покажись, и мы с Ральфом вам сейчас все расскажем. Итак, мы остановились на том, что в магазине вам говорят, да, эта гитара немножко похрипывает, да, мы видим, да, мы согласны с вами, она немножко похрюкивает, но сейчас придет дядя Миша, вы часик где-нибудь там посидите в кафешке или погуляйте, а он вам все сделает, и все будет ништяк. Было я в такой ситуации, значит, во-первых, дядя Миша, это, вообще-то говоря, хороший вопрос, если он вообще существует. На самом деле, вполне может быть, что они просто там ее быстренько, пока вы гуляете, откроют, посмотрят, так, да, потенциометр не очень, так, попробуем его напрямую подключить туда, куда надо, припаяем к нему еще один провод, там и техника не особенно такая сложная. В общем, короче говоря, грубо говоря, они вам делают такую, то есть они вам еще больше, наверное, ее даже ломают, чем чинят. Да, тут шоссе немножко, я надеюсь, что будет меня хорошо слышно все же, потому что так жалко я оборвался на этой теме. Значит, и вот, вы погуляли часик, возвращаясь, все, она вот вроде, она больше не хрюкает, все нормально, вы платите свои деньги, которые вы так долго собирали, приходите домой, и опаньки, а она опять хрюкает. А вы в магазин, а вам говорят, уважаемый, вчера дядя Миша все сделал, вы говорите, ну вот же, они говорят, нет, она у вас была ночью, и мы не знаем, что вы с ней делали, а может быть, вы с ней, не знаю, может быть, вы ей гребли вместо весла в озере, даже если это зима и кругом лед. Короче говоря, запомните, деньги, которые вы заплатили, вам никто никогда не вернет. Я это знаю на своем опыте, и я это знаю не только на своем, я это знаю на опыте почти всей своей жизни, почти на всех, кого я знаю. Значит, поэтому никаких переделок, никаких подделок, никаких доделок быть не должно. Либо гитара с нуля из пакета вытаскивается, подключается и работает, скажем так, американский Fender Stratocaster, даже со склада, где непонятно сколько он пролежал, вы его выносите, открываете кейс, и он, послушайте внимательно, он настроен, он уже настроен. В тот момент, когда висящая на стенке корейская PRS, допустим, будет расстроен. Так что, аккуратно с этими всеми доделками, переделками, еще одна хитрость. Вас начинают уговаривать купить совсем не то, что вы хотите. Вы приходите и говорите, я хочу Gibson Les Paul, но у меня особенно нет денег, поэтому я решил взять Epiphone. Epiphone это почти, грубо говоря, почти то же самое, но чуть-чуть, может быть, оно более дешевое, чуть-чуть оно более китайское, но, тем не менее, оно не такое уж и плохое. И вот, значит, вы говорите, вот я хочу, значит, Epiphone, и они по какой-либо причине, может, у них его нету, а может, он есть, но он уже один, он всего один, и он поломан, или что-то такое. Они говорят, мужик, ну ты же посмотри на себя, ты же весь в цепях, какой тебе Epiphone? Да ты че, тебе нужен Джексон, еще не просто Джексон, тебе нужен Джексон с Флойд Роузом, с двойной защелкой, или там какой-нибудь бисерич с мостом Каглер Гибрид, как у Керри Кинга из Слайера, допустим, да? Один этот гибрид, чертов, стоит около 1000 баксов, вы это знаете? Нет. Впрочем, Флойд Роуза цена красная, это примерно около 700 баксов, так что не все вот эти вот микропостроечные машины, такие уж и хорошие, нет ничего хуже, чем плохой Флойд Роуз. Даже и точить на нем, это, я считал, что это можно, но это на самом деле, на мой взгляд, я не знаю, как это можно сделать, не имея токарного станка. Вы можете, например, посмотреть у меня в подписках у Джона Сегеборна, как он прекрасно распиливает и перепиливает и перепаивает все гитары, которые у него есть, но только он президент компании Вольво, то, что может он, не могу я. Я не миллионер, и мой канал, в общем-то, не рассчитан на людей с большими деньгами, иначе я бы уже выступал не здесь, и подписчиков бы у меня было чуть больше миллионов. И вот, значит, вам впарили вот этот вот Джексон, вы посмотрели, посмотрели, да? Да, красивая штука, да, вроде что-то у него есть. Пишли вы домой, поиграли, и тут началось. Струна порвалась, мост ушел назад. Вы хватаете плоскогубцев, непонятно, как его вернуть назад. Вы лезете в YouTube. Черт его знает, там по 10 версий, как это делать. В этот момент рушится интернет. В этот момент у вас выпадает из рук отвертка, и вы теряете винт. В этот момент у вас нету нужной струны. Короче говоря, все что угодно. Ребята, то, что вы выбрали один раз, надо идти с этим до конца. Вы хотите определенную модель, вы решили какая-то модель, все, никаких компромиссов. Мой дед, будучи ветераном Великой Отечественной войны, прошедший множество горячих точек, всегда учил меня одной вещью. Принял решение, все. Даже если это решение заведомо проигрышное, ты его не меняешь. Оно уже за тобой. Ты сказал, все. Даже если ты потом об этом немножко пожалел. Ямаха. Да, я знаю, у меня живописная хата, я вам потом как-нибудь по ней устрою экскурсию. Вот. Так что, если вы выбрали какую-то определенную модель, эта модель ваша. И никакая другая. Итак, правило номер два. No remorse. Никаких сожалений. То, что вы выбрали, то вы и берете. Никаких компромиссов с хозяевами магазинов. И правило номер один, которое я повторю с прошлого раза. Есть большая разница между поддержанной гитарой и новой гитарой. Поломанной гитарой и неполоманной гитарой. И сейчас я вам, смотря в глаза, говорю, где тут мои глаза и где тут ваши глаза. Черт, объектив. В общем, я вам говорю, ребята, если вы выбрали определенную модель, ее там нет, либо подождите, пока она там будет, либо поищите ее в другом месте. Не идите на компромисс. Уважайте себя. Потому что, если вы сами себя не уважаете, никто другой вас тоже уважать не будет. Если вы хотите Лиспол, берите Лиспол. Стратокастер вас не удовлетворит. Если вы хотите Стратокастер, берите Стратокастер. Потому что вас не удовлетворит Лиспол. Ну, это был второй выпуск из серии хитрости продавцов музыкальных магазинов. Третий будет чуть-чуть попозже. А пока... Сев. Сев.